Полтора месяца исправительных работ за 19 велосипедов. В Краснодаре осудили малолетних угонщиков. Телевизионный приёмник, как отвлекающий маневр. В Лобинске поймали карманников оригиналов. Убийство в объективе камеры. Во время уличной драки в новороссийский человек вонзили в голову нож. Здравствуйте! Эфир 9 канала продолжает программа «Что случилось?» и прямо сейчас о тех происшествиях, которые произошли на территории нашего региона. Жители Псковской области будут судить на Кубани. Их обвиняют за преступление против собственности, если конкретнее аферисты занимались грузоперевозками в один конец. Товар заказчики отправляли, но он никуда не приходил. Один из членов группы, некто Хабалов, разыскивал в интернете заявки на транспортные услуги. После чего договаривался с клиентом доставить товар в нужное место. Его подельник Кожакин, как только находился клиент, приезжал на грузовике и забирал поклажу. Чтобы не засветиться, злоумышленники пользовались поддельными водительскими правами и документами на машину. В следствии данный груз реализовывался по заниженной цене, а полученную прибыль делили между собой члены организованной преступной группы. Таким образом, в настоящее время установлено, что Хабалов, Кожакин, а также неустановленные следствием лица совершили на территории Российской Федерации 10 тяжких преступлений против собственности. Общий ущерб, нанесенный ЛДЖ перевозчиками, составил 9 миллионов рублей. Похитители были неизбрезгливы, их забирали все от продуктов питания до стройматериалов. При этом треть преступления они совершили на Кубани, остальные в Белгороде, Липецке и Самарской области. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по этому делу. Сейчас оно направлено для рассмотрения в Крымский районный суд. Преступники находятся под стражей, им грозит до 10 лет колонии. Погиб от ножевого ранения в голову. Драка в самом центре Новороссийска оказалась последней для одного из участников романа с Кибы. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря этим кадрам полиции удалось воссоздать картину происшествия. Следствие располагает очень хорошего качества видеозаписью, на которой запечатлено произошедшее. Поэтому, если кто-то видел гражданина, который совершил преступление, пожалуйста, сообщите в органы внутренних дел или в органы Следственного комитета для его задержания. Как рассказали следователи, погибший вместе с товарищем подошел к магазину. По неизвестной причине между ними и еще двумя парнями возник конфликт. Романа ударили в голову, он потерял равновесие и упал с крыльца. Его продолжили избивать и нанесли удар ножом в голову. Скиба скончался в больнице, не приходя в сознание. Если вы обладаете какой-то информацией о данном происшествии, сообщите об этом в полицию по телефонам, которые сейчас видите на экранах. Запрещенные таблетки задержали таможенники в аэропорту Краснодара. Служебная собака среагировала на багаж одного из пассажиров. Как выяснилось, в дорожной сумке гражданин Турции перевозил лекарства с содержанием наркотических веществ. Экспертиза подтвердила, в составе таблеток есть кодеин и медозепам. По словам мужчины, привез он их для личного пользования. Рецепт врача и документы, подтверждающие жизненную необходимость в этих препаратах, оставил в Турции. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. Контрабанда сильнодействующих средств и контрабанда наркотических средств. Расследовать его будут кубанские наркополицейские. Более сотни деревьев в Мостовском районе уничтожил местный житель. Молодой предприниматель торговал лесом, а товар добывал в ближайшей лесополосе вместе с помощником, которого нанял. Работник был уверен, что вырубка законна и документы на заготовку леса имеются. Черного дровосека задержали, когда он пытался вывезти древесину. За незаконную вырубку ему может грозить штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до 6 лет. Зарабатывали на неудобном положении. В Лобинске полицейские поймали цыган-карманников, которые обворовали пассажиров маршрутки. Две сестры и их несовершеннолетний брат целый день колесили по городу с телевизором в большой коробке. Зайдя в маршрутку, ставили ее посередине салона, рассказали следователи. Люди не могли пройти, не задев картонную преграду. Именно этого и ждали злоумышленники. В давке пассажиры не замечали, как из их карманов исчезали деньги и мобильные телефоны. Несколько потерпевших обратились в полицию. В показаниях все они упоминали коробку и подозрительных попутчиков. Жители города Армавира, цыганской национальности, наездами приезжали к нам и совершали преступления. Они меняли машины, меняли маршруты движения и кражи совершили ни в одном маршрутном такси. Оказалось, что телевизор купили исключительно для воплощения упомянутой схемы. Теперь сестер ждет уголовную ответственность за кражу. Судьбой их 14-летнего брата занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор подросткам-угонщикам. Молодые люди похищали велосипеды из подъездов домов. Орудовали они в юбилейном микрорайоне. Всего на счету похитителей 19 краж. Сумма ущерба составляет около 200 тысяч рублей. Попались угонщики благодаря видеокамерам, установленным в подъездах домов. Они брали их покататься, катались по городу, затем бросали их во дворах домов и шли совершать дальше кражи. Двум малолетним преступникам суд назначил наказание в виде обязательных работ на 200 и 150 часов. Третьему придется заплатить 3000 рублей штрафа. Кроме того, родителям осужденных придется вернуть пострадавшим деньги за угнанные велосипеды. Трагические последствия неуважения к правилам дорожного движения. Недалеко от ТОПСЭ машина насмерть сбила пенсионерку. Под колеса попала жительница поселка Молодежного. По предварительным данным, пожилая женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. Водитель не сумел вовремя затормозить. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу. Сейчас в крае проходит операция пешеход и личный состав госавтоинспекции нацелен на предотвращение таких аварий. Сейчас усиленно дежурят наряды вблизи пешеходных переходах и там, где концентрировалась подобная дорожная авария. По словам сотрудников ДПС, многие пешеходы пытаются... ...по сторонам. Особенно это касается старшего поколения, представители которого, оказавшись на проезжей части, смотрят только на дорогу перед собой. Полицейские напоминают, что для пешеходов существуют зебры, которые большинство водителей видят издалека. На сегодня это все. С вами была программа «Что случилось» и Николай Филаткин. Через несколько минут смотрите «Факты» на 9 канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok